Чрезвычайная ситуация на телеканале Беларусь4, преступления которые совершаются посредством интернета в центре нашего внимания сегодня. Когда в конце 90-х в нашей повседневности появилось новое поколение компьютеров, то интернет казался чем-то прикладным – добавочной функцией к вычислительным устройствам. Но сегодня он стал неотъемлемой частью жизни людей, бесцеремонно ворвался в личное пространство и сеет в нем зерна как добра, надежды и справедливости, так и зла, безнравственности и вседозволенности. «Паутина» – название сегодняшнего выпуска программы «Чрезвычайная ситуация». Мы не будем философствовать о том, что плохо, а что хорошо. Расскажем о рисках, которые существуют для каждого, кто уже не представляет себя без интернета и предпочитает окружающему миру виртуальную реальность. 21 век – время интенсивного развития общества, роста технологий, глобализации и ускорения процессов, связанных с обменом и распространением информации. Если раньше люди в основном получали ее из книг, телевидения, газет и радио, то сегодня «деяло первенства» полностью перетянул на себя интернет. Эта сеть настолько вовлекла людей и окутала все сферы жизни человечества, что если взять и разом ее отключить, произойдет катастрофа мирового масштаба. Глобальная сеть позволяет нам контролировать свои финансы и распоряжаться им из любой точки мира, совершать покупки и прокладывать маршрут, общаться с людьми, преодолевая огромные расстояния, получать образование и даже строить личную жизнь. Но парадокс интернета заключается в том, что он способен как созидать, так и разрушать. Естественно, родным, близким это очень не нравилось, начались конфликты, жизнь начала рушиться на этом фоне. В итоге от меня ушла жена. Сергей в прошлом преуспевающий геймер. В настоящем постоянный клиент психиатрической клиники. Многопользовательские онлайн-игры увлекли его еще в подростковом возрасте. Он в буквальном смысле слова перестал есть, пить и сутками напролет проводил время за компьютером. Естественно, стресс. Я стал сидеть за компом без сна, сутками. От перенапряжения начались глюки. Активный феномен интернет-зависимости начали изучать в западных странах еще в середине 90-х. Однако на постсоветском пространстве этот синдром в центре внимания лишь с конца нулевых. Все это реально распространенная проблема. При всем при том, что эта проблема, она имеет геометрический степень развития, потому что каждый новый молодой человек, каждый рождающийся человек, это потенциальный клиент для развития интернет-зависимости. Интернет-зависимость бывает нескольких типов. К наиболее распространенным видам можно отнести веб-серфинг, бесконечный поиск информации, непрекращающийся переписку, постоянное присутствие в социальных сетях, игровую зависимость, пристрастие к просмотру фильмов через интернет и навязчую финансовую потребность, влечение в сети азартными играми. В настоящий момент не существует понятия интернет-зависимости как болезни. Можно говорить только о том, что это своеобразный стиль поведения людей, который иногда бывает, в общем-то, им мешает жить. Чаще всего человек делает выбор в пользу виртуальной реальности из-за того, что его настоящая жизнь не приносит удовольствия. Чем больше времени он проводит в глобальной паутине, тем более безрадостным и однообразным кажется ему мир. То есть получается как бы порочный круг. Какие-либо тревожные невротические расстройства могут быть попутно вместе с зависимостью от интернета, который в свою очередь по принципу порочного круга возвращает состояние тревоги и депрессии. У Сергея депрессия стала проявляться еще задолго до одолевшей его страсти к многопользовательским онлайн и азартным играм в интернете. Однако впоследствии это увлечение сделало его агрессивным. У мужчины проявился психоз и признаки шизофрении. Пришлось лечиться. Сидел на таблетках. Галлюцинации продолжались. В общем, не пожелаю такой врагу. Интернет-зависимость нередко сопровождается самоизоляцией от общества. К примеру, в Министерстве здравоохранения Японии в последнее время бьют тревогу. В стране увеличилось количество молодых людей, которые отказываются от социального образа жизни. Их называют хикикамори, что созвучно диагнозу. Они не покидают родительский дом, изолируют себя в отдельной комнате и чаще всего единственным средством связи с миром выбирают только интернет. Известны случаи, когда в таком состоянии люди проводили более 20 лет, находясь на полном обеспечении родителей. Таких затворников в стране самураев около миллиона человек и их численность постоянно растет. Что интересно, этот стиль поведения чаще всего является следствием депрессии или стресса, возникающего в результате реального общения с людьми. Если брать конкретно статистику по нашему учреждению, то в среднем в наших отделениях лечится в каждом из них около 10 людей, 10 человек в возрасте до 30 лет. То есть практически у каждого из этих людей имеются определенные проблемы с интернет-пространством. Однако наряду с вышеперечисленными видами интернет-зависимости существует еще одна, не менее популярная – это киберсексуальная зависимость. Ее отвечает навязчивое стремление к посещению порносайтов и поиску интима в глобальной паутины. Таких юзеров интернет-мошенники называют проходными и обожают больше всего. Ловят на живца и зарабатывают хорошие деньги. Ситуация абсурдна тем, что попадаются на крючок люди разного возраста и социального положения. Тех, кто не готов пожертвовать безупречной репутацией – огромное количество, что в общем только на руку мошенникам. В глобальной паутине их главный принцип – отсутствие принципов. И самое ужасное то, что жертвами становятся дети. Интернет – это система объединенных компьютерных сетей. Его часто сравнивают со свалкой информации. И чтобы не превратиться в информационного бомжа, надо четко знать, что искать, где и зачем. В противном случае человек не только рискует потратить время впустую, но и пойти по дорожке, способной увезти от намеченного маршрута. Вот, к примеру, что может быть опасного в социальных сетях? Казалось бы, ничего. Но это только на первый взгляд. Всемирная сеть стала давно излюбленной площадкой знакомств для педофилов, садистов, торговцев людьми, наркотиками, сутенеров, воров и мошенников. Чувствуете, какая многообразная криминальная палитра? Интернет является также средством достижения скрытых целей. И преступники осознали это очень хорошо. В сентябре 2016 года сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми задержали в областном центре гомельчанина, который уже давно находился в разработке оперативников. В свободное время мужчина бороздил просторы интернета в поисках новых знакомств. Склонял девушек, малолетних девочек, к сексуальному поведению, то есть к предоставлению ему каких-то своих фотографий, подробностей интимной жизни и так далее. Так, в ответ тоже присылал различные материалы. То есть, таким образом он развращал подростков. Педофила задерживали, собрав на него обширную доказательную базу. Всего, по данным материалов предварительного расследования, преступнику посредством глобальной паутины удалось совратить более десяти детей. Все жертвы ни слова не проронили родителям. Все преступления, связанные с педофилией в настоящий момент, на 95% с использованием происходит с использованием сети интернет. Правоохранители уверены, что сегодня нет детей, которые бы, освоив интернет, не сталкивались там с пропагандой секса и насилия. Глобальная сеть просто напичкана сайтами и файлами такого содержания. Сам интернет не укусит. Кусают люди, которые им пользуются. Распространение порнографии и ее доступность дает мнимое ощущение дозволенности. Что это можно, что можно именно так, что можно делать именно такие вещи. Как правило, все педофилы – любители детской порнографии. Это отличительная черта человека с опасной патологией. В виртуальном мире эти люди маскируются аккаунтами обычных детей, а в реальном готовы не только совращать, но и снимать происходящее на камеру. Вот данные официальной статистики. За 11 месяцев 2016 года по линии преступлений, связанных с распространением материалов порнографического характера, было возбуждено 111 уголовных дел. По части изготовления и сбыта детской порнографии зарегистрировано 35 противоправных эпизодов. 38 раз дети становились жертвами сексуальных действий со стороны взрослых. 8 фактов имели крайне разрушающие для психики подростков последствия. Почти 170 раз молодые люди испытывали насилие сексуального характера. В настоящее время в группе риска больше находится не сколько девочки, сколько мальчики. Но опять же, есть основной принцип. Если ребенком не занимаются родители, им занимаются педофилы. Наркотики. Еще одна угроза для детей. Хоть сегодня, чтобы купить дозу или ввязаться в этот бизнес, нужно иметь доступ к теневому интернету, особо продвинутых это не останавливает. Чтобы попасть в эту часть интернета, необходимо использовать специальный софт. Так называемый тор-браузер, различные аниномайзеры, то есть, чтобы скрыть непосредственно свои реальные адреса и выйти в данную сеть. С января по ноябрь этого года в Гомельской области милиционерами была приостановлена деятельность 15 интернет-магазинов. Против наркозбытчиков возбуждено около 400 уголовных дел. За решетку отправились более 600 человек. Кроме площадок по реализации наркотиков, в теневом сегменте сети интернет присутствуют сайты по продаже оружия и запрещенных веществ. Там можно узнать, как создать, например, наркотическую лабораторию или заказать изготовление фальшивых документов. Начали блокировать непосредственно сервера данного теневого интернета. Я считаю, что государством применяются достаточные меры, выделяются достаточные средства на развитие данного направления деятельности, потому что это один из пунктов национальной безопасности, здоровья граждан. Немалые прибыли приносят в открытой всемирной паутине и обычный фишинг. Цель мошенников – данные банковских пластиковых карт. Создают похожие страницы, идентичные тем сервисам, где происходит оплата, фиксируются сведения о банковских реквизитах платежных карт. И этим пользуются. С той же целью преступники создают в социальных сетях фейковые страницы реальных пользователей. Заходят в интернет от их имени, начинают переписку с их друзьями, одалживают у них деньги, просят данные их банковских карт, а потом совершают хищение. Спасти от такого фишинга может только личная бдительность владельцев и установленное мобильное приложение в телефоне, которое оповещает хозяина о движении денег на банковском счете. Если перевод владелец карты не совершал, то он может просто транзакцию не подтвердить. В последние два года, как на территории Беларуси, так и на просторах Гомельской области, правоохранители стали чаще выявлять нарушения, связанные с распространением в глобальной сети фото и видеоматериалов, в которых фигурирует фашистская символика. Тенденция отмечается то в сторону увеличения подобных фактов, то в сторону уменьшения. Однако случаи с откровенной демонстрацией свастики не прекращают фигурировать в правоохранительных сводках. Отслеживанием последователей неофашизма в интернете занимается Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. В Гомельской области в производстве следователей находится более 15 административных и не менее 5 уголовных дел. Но подробнее об этом в следующем сюжете. Для Гомельского региона правонарушения, связанные с разжиганием межнациональной розни и открытой демонстрацией фашистской символики, будь то на страницах в интернете или посредством татуировок на теле, сегодня не такое уж и редкое явление. Еще несколько лет назад количество уголовных и административных дел по этой проблематике не вызывало опасений. А сейчас этим всерьез занимаются специальные подразделения. Работа по пресечению распространения взглядов идеологии неофашизма на особом контроле в министерстве МВД. Поле зрения правоохранителей, интернет-пользователей, бывшие уголовники, фанатские тусовки. С нами выявляются лица, которые размещают на своих страницах в социальных сетях в открытом доступе различную информацию, содержащую насильственные сцены. Основное количество нарушений заключается в том, что молодые люди выкладывают видеоматериалы и фотографии с демонстрацией наколок со свастикой или содержащие в себе признаки разжигания межнациональной вражды по принципу «свой-чужой». Если мы устанавливаем человеку, у которого на теле имеется татуировка со свастикой или с каким-то нацистским приветствием, или Адольф Гитлер может быть выколот, то и этот человек будет идти без майки или в майке с коротким рукавом и эта свастика будет видна, то это окончен состав административного правонарушения. Только за 11 месяцев 2016 года на таких радикальных юзеров было составлено порядка двух десятков административных протоколов. Подавляющее большинство среди нарушителей это несовершеннолетние фанаты футбольных клубов. Кстати, именно они в июле этого года в Речице не давали прохода участникам одного из местных патриотических клубов. Нападали на парней, били и снимали на видео. Возбуждено несколько уголовных дел по хулиганству, которые в настоящее время направлены в суд. Вообще, как говорят правоохранители, среди ярых поклонников футбола встречаются как сторонники нацистских взглядов, так и абсолютные противники этих идей. Поэтому между ними часто происходят уличные драки. Сцены не для слабонервных. Вычислить место битвы часто даже для правоохранителей задача. Уличные бойцы шифруются, но милиция старается предупреждать и пресекать такие сборища. Что касается молодых людей, которые впоследствии выкладывают съемки подобных и других событий в интернет, то к ним могут быть применены жесткие меры. Данные видеоролики или видеофайлы изымаются и по ним назначается экспертиза. По результатам экспертизы материалы передаются в Следственный комитет и принимается решение по возбуждению уголовного дела. Когда ученые открыли атом, они хотели, чтобы он служил людям исключительно в мирных целях. Но наш мир двойственен, и эти знания успешно были реализованы в военном деле. Так и с интернетом. Подобное оружие – это инструмент в руках человечества. Его можно использовать для сотворения добрых дел, а можно посеять хаос, разрозненность и вражду. Фокус в том, как мы к интернету относимся, как к средству достижения целей, или как к паутине, в которой средства – это мы. Это была программа «Чрезвычайная ситуация» на телеканале «Беларусь-4». До встречи.